Всем здорова, бандиты! Я настоятельно не рекомендую вам использовать то, что вы увидите сегодня в этом ролике. С помощью этого дома можно зафулить склад за минут, наверное, 10. Мы обращаемся к нашим черным методам, чтобы вы понимали, на 27 фрагов на шока мы дали на троих. Если вы будете такой херней страдать, как мы, то можете в нынешнем случае это телепортация мясовозки на авианосице и обратно. Дорогие бандиты, не забывайте про то, что я играю на сервере AdvancedRPGreen и у меня есть также мой промокод LOPESBETRIOS, о бонусах которого вы узнаете при его активации на первом левеле в пункте меню. И еще есть у меня для вас небольшая новость, это то, что я хочу сделать сходку подписчиков в городе Москва. Заинтересованные лица, пожалуйста, напишите мне вконтакте, ссылка на мой ВК и на мою группу будет в описании. Всем приятного просмотра! Давайте начнем с первой нашей тактики, которая называется LOPES-такси. Это самая имбовая тема, которую мы придумали за все время нашей игры. Почему она так называется, узнаете немного попозже и давайте вкоротко о самой тактике. Представьте, что это такси, за рулем сидит гражданский и ведет это такси на кап. На пассажирских сиденьях сидят три человека, как правило, это три Лопеса, которые высовываются с деглами. А как они стреляют, вы увидели в начале ролика. В чем имба вообще этой тактики? В том, что когда такая машина заезжает на кап другой банды, никаких шансов взорвать эту машину нет. Потому что когда человек стреляет в это такси, напоминаю, что за рулем сидит гражданское лицо, у него выскакивает табличка анти-ДМа. ДМ на сервере запрещен, он сразу стоит в эту анимку, и пока он не закроет эту табличку, он будет в ней стоять. Если вы будете заезжать прямо в мясо, все люди просто перед вами станут как столбы, и вы сможете их убивать. Давайте я сразу расскажу про главный баг, который здесь используется. Это вот забагать дегл, там, любое оружие можно забагать, там, М-ку. Выснуться и стрелять, и не только на машине, но и на педе, там, на мотоцикле и так далее. Короче, как это сделать? Приготавливаете команду C02. Берете дегл в руки, нажимаете G, прописывается C02. Ждете, пока он сядет, и пока у него прогрузится эта анимка, то, что он взял трубку. Затем нажимаете кнопку Escape, закрываете это окошечко, и у вас в руках появляется дегл. Дальше вы нажимаете Caps Look, и давайте я вам включу звук, и вы послушаете, как эта хрень ебошит. И просто высунулись и стреляете. То есть, ничего сложного в этом нету. И когда в машине сидят три вот таких человека с деглами, но деглов нужно делать под патрон 200-300, сразу вам говорю, и в машине сидит бомж, когда эта машина заезжает на капт, это выигранный капт. И, кстати, вот с этой тактикой, на шоком, мы дали 27 фрагов на троих человек, которые сидели в машине. Это был мясной капт, и мы его выиграли вот этой тактикой. И я вам предлагаю посмотреть видео, как мы орудовали на капте с этой тактикой. Мясоводского, тормози! Мясоводский, тормози! Что это за лаги, ебать? Ну давай, давай! Ну, бля, ты остановись, как мяк, дебил, ну, бля! Назад, 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 назад! Давай, передачи, бля! Давай, влетай, влетай вот в этих. Оооо! Ооо! 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 Все, что вам нужно знать, три человека в машине, водитель, таксист, гражданский, чтобы по машине не смогли попасть, да, по-моему, даже никто, кроме него, больше не сможет везти это такси. Заезжайте на Теру и делайте фарш. Кстати, я вам забыл сказать, хотел тоже приплести эту тактику к такси, но это уже не такси, а вот просто, например, возьмем, блядь, мотоцикл уже, короче, и сейчас мой. Давайте представим, что это просто обычная машина, не такси. Вы, допустим, берете какого-нибудь человека, который будет багать, отвозите его на Теру, в свою очередь, этот человек также садится багом в эту машину, багает Диггл, опять же, я вам рассказал, как это сделать. Вы его просто оставляете на Тере, релогаетесь и заходите на капт. Когда этот человек будет на Тере, а в чем суть, то, что когда он высунется из машины, по нему не смогут нанести урон, потому что он будет находиться в баге, и он будет не пробиваться, все пули будут пролетать сквозь него. Это не ГМ, это реально баг, то есть все пули будут вылетать сквозь него, даже вы, наверное, замечали, вот, например, если там с МП-5 высунутся, стрелять по человеку, который высунут из машины с МП-5, он не будет пробиваться. То же самое здесь, только есть вероятность, что пропишут драйв, поэтому мы обычно арендовываем машину или мопед. И, как бы, люди видят, что один челик безобидный сидит на мопеде на Тере, они сразу бегут к нему, и как только они к нему близко подбегают, он высовывается с деглом и начинает их ебашить. Это все, как бы, и они сразу начинают в рассыпную бегать, мы так много раз делали, это уже проверено, поэтому юзайте на здоровье, как говорится. Давайте я вам поведаю нашу следующую тактику, именно с фулом нашего склада, любимого. Обычно мы принимаем аккаунты, чтобы фулить склад в мафии, в различные военные структуры, я вот помню на шок, на истребителе летал патрон и возил на склад через ящик с авианосца. Но если такой возможности у нас нет, мы обращаемся к нашим черным методам, а в нынешнем случае это телепортация мясовозки на авианосец и обратно. Вы, наверное, видели в админской гэтажке, я сливал там пару скриптов админских, и в ней был телепорт, который активируется нажатием двух клавиш. Есть две активации, это телепорт по важным местам и телепорт по фракциям, вот они, две клавиши. Суть в чем-то, что обычно нас этим занимался Вася. Как он делал? Он садился в эту мясовозку за руль, потом он заходил с другого аккаунта через песочницу, у кого есть сам функция, тот может просто зайти сразу во вторую гэтаж, и садился с песочницы на пассажирское место. Затем он прописывал команду, активировал телепорт по важным местам и указывал авианосец 36-й. Я, конечно, нажимать не буду, потому что в любом случае меня кикнет. В чем соль? То, что когда он тпшит эту мясовозку на авианосец, его кикает, водителя кикает. И как только его кикает, пассажир выходит из мясовозки, перекидывает через шлагбаум ее и начинает фулить патроны. Затем, когда он зафулил патроны, он снова садится в эту мясовозку за руль уже на авианосце. Делает то же самое, прописывает кнопку ZN и выбирает авианосец, и телепортирует мясовозку на респу, его снова кикает, он релогается и ее разгружает. Обычно он делал так, но мы также бывает, что кому-то там просто телепортируем кого-то, он сам фулит и сам едет обратно или как-то по-другому. Также мы фулили патроны и через мафию, мы садили в четырехдверную машину, все сидели с табличками, ну, кто знает, да, этот баг, это таблички, то есть через склад берет, чтобы два раза положить патроны. Садитесь, телепортируетесь к мафии, водителя кикает, вы с табличками бежите, кладете патроны, берете еще и релогаетесь на респу. Таким образом мы склад забивали там буквально за 15-20 минут, да, даже быстрее может. В общем-то и все, также можно фулить и металл. Это наша вторая тактика, которую мы юзали и, по-моему, даже никто не пострадал. И следующая тактика наша, это вот этот вот дом с нулевым идом. С помощью этого дома можно зафулить склад за минут, наверное, 10, за минут даже 15. Вероятно, после моего видео этот баг пофиксят, но пока его не пофиксят, можете юзать. А мы фулили склад с помощью этого дома, даже на лидерке Оника на Пурпли неоднократно, и этот баг нас всегда выручал. А теперь в чем прикол этого дома? У него нулевой ид, как я сказал, дом находится возле Альхамбры, возле АЗС Гетто. Человек-владелец этого дома имеет просто невероятную возможность прописывать команду ТВ. То есть в доме есть улучшения там по телевидению, вы, наверное, видели. У него эта команда ТВ работает в любом абсолютно месте. Я, правда, не помню насчет интерьеров, вроде в интерьерах тоже. Продемонстрировать я вам, к сожалению, не могу, потому что этого дома у меня нет. Но задача вот этого человека приехать к мафии, и как только ему дают патроны, он прописывает команду ТВ. Опять же, не помню, в Интере или на выходе из мафии, это не важно. Этот человек-владелец этого дома едет к мафии. Затем, вот, например, другой человек, который будет принимать у него патроны, он должен иметь дом на респе, ну, желательно, возле респы. Допустим, он имеет дом там на респе рифа, и у него прям рядом инта рифы. Человек заходит в свой дом, у которого дом на респе, прописывает ту же команду ТВ. Они, и вот этот человек, который находится возле мафии, прописывает команду ТВ, когда ему дали патроны мафиози. Он, не отходя от мафии и от склада, прописывает команду ТВ. И они встречаются в телецентре, вон там вот далеко, и как бы оба находятся в баге. И у них вот там вот этот телевизионный центр на фоне, и они как бы друг друга не видят, но они находятся рядом, потому что они вели эту команду и смотрят там на то, что происходит в телецентре. И тот человек, который был у мафии, передает патроны, пишет там обратную команду, возвращается обратно на респу, а тот человек возвращается обратно на респу к себе, кладет патроны и так далее. И так они фулят склад, там за 10 минут можно зафулить склад на изи. То есть опять же, человек здесь, из этого дома, владелец, едет к мафии на этой машинке замечательной, принимает патроны от мафии, человек, у которого дом на респе, прописывает команду ТВ в своем доме, а этот человек прописывает команду ТВ у себя, потому что баг этого дома заключается в том, что у него команда ТВ работает везде. И там они встречаются в команде ТВ в телевизионном центре, то есть, и передают патроны. И в этом и заключается этот баг. Ну и, дорогие друзья, настало, наверное, время одной из самых знаменитых наших тактик. Это тактика мясовозки на капте. И рассказываю вам про то, как мы взяли две сотки на сельвере на моих лидерках, потому что там всегда был очень маленький онлайн, и люди часто варнились, потому что там были очень строгие правила. Нам нужно было искать какое-то решение, какой-то выход, чтобы брать капты минимальным количеством на капте именно людей и игроков. И мы с помощью вот этой вот машины и грамотного ее применения взяли две сотки. И перейдем, короче, к основной цели этой тактики. Это мясовозка, обычная мясовозка. Она, эта тактика сейчас подойдет на сервер, где разрешены маски. Но, возможно, даже где не разрешены, тоже подойдет. В этой мясовозке должно находиться пять человек. Но прежде чем вы их сюда посадите, вам нужно сделать следующее. Вы едете вот в это место, куда я приехал. Это место, где можно затюнить эту машину. Ваша задача покрасить эту машину в цвет противоположной банды. На тот момент мы, допустим, коптили с вагосами. Пусть это будут вагосы. Вы можете поставить цвет вот этот балос. Можете поставить там цвет ацтек. Допустим, вот это, да. Ну, там цвет грув, понятно, да. И, короче, допустим, поставим желтый цвет. Следующая ваша задача поставить нитро. Ставите 10x нитро. Ну, и там можете по фишке, там, вот Вася, например, любил там ставить всякие гидравлики. Вот эти вот фонари. Бестолковые. Ну, да ладно, он любил там еще вот эти колеса всякие там себе прикольные ставить. Ну, короче, когда вы все это сделали, поставили нитро, покрасили мясовозку в цвет вражеской банды. Следующая ваша задача. Все пассажиры, которые будут здесь, должны взять скин Ашота. Для чего? Для того, чтобы этот скин не палился на ультре. И, кстати, мы очень много терр принесли себе тем, то, что мясовозка была в другом цвете. Не видно было, кто сидит на мясовозке. И люди преждевременно орабили в нее. И тем самым байтились на ВХ. Очень полезная тема, но это лишь маленький процент от того, что мы делаем дальше. В этой машине, кстати, вот видите вот эти бочки. Достаточно, чтобы их забагать, чтобы их не было. Просто зайти в инту и выйти несколько раз. И тогда эти бочки пропадут. Садятся три человека. У них арабки патроны, наверное, по 300-400. Один человек сидит вот где-то примерно вот тут вот. Вот здесь он сидел сбоку. Второй человек тоже сидел вот здесь вот. И третий человек сидел в самом спереди. Вот здесь он сидел. И отсюда уже орудовал. У всех, у них, у троих было М4. За рулем должен сидеть водитель, такой же Ашот, как и эти три Ашота. У которого есть ВХ. И которая не палится, соответственно. И которая умеет с ним играть. И вот на пассажирском сиденье тоже сидит какой-то Ашот. Просто вспомогательный чел. На случай, если мясовозку взорвут, они выйдут не в составе троих человек или четырех. Они выйдут в составе пяти человек и смогут продолжить свое дело дальше. Дальше. В чем прикол? То, что человек, который сидит вот здесь вот спереди. Как правило, у нас опять же это был Вася. Он сидел с салентом. И когда мы подъезжали к человеку, мы его сливали за одну секунду. При помощи того, что в него арабит три человека. Один из которых с салентом. Но, как правило, вот эти два по бокам тоже были со спридом. Бывало такое то, что Вася не было. И нам приходилось просто со спридами катать. Но сейчас у админов вылазят в варнинги на салент аим. Поэтому, если вы будете такой херней страдать, как мы, то можете просто ставить сприды и гонять со спридом. Ну и в целом, даже если у вас вот этот человек сможет высунуться с деглом. Короче, профит, вы сами понимаете, будет много. Таким образом, мы смогли взять две сотки. И нашу мясовозку никто не смог остановить. Вообще, изначально, по-моему, на мясовозке начали ездить макросы. Но они как-то неграмотно ездили. Они часто взрывались. Мы понимали, как сносить им эту мясовозку. Ну и решили перенять это дело для нас. Но мы вкратце довели это дело до ума. То есть поставили нитро. Грамотно распилили людей. То есть у них там обычно сидело по пять человек. Они все друг другу мешали. То есть и все. Это наша основная тактика. Ну сейчас мы уже редко на ней катаемся. Но в целом с этой тактикой мы смогли взять две сотки. И спасибо тебе, дорогая мясовозка, что ты у нас есть. И сейчас я вам предлагаю посмотреть небольшие отрывки на моем YouTube-канале. Вы можете эти видео найти. Как мы орудовали с этой тактикой. Мясо, 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 мясо. Все в мясо, все в мясо. Да куда ехать-то? Что взорвется там? Вместе, вместе. Он дается, дается, дается. Рэпчик. Еще один, еще. Мясо, мясо. Вставай. Помогите. Ах, 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 ах. Я, короче, только боялся, а не... А я умеял. А умеял? Его убил? Он убил? Он убил? КПМ? Нет. Пожалуйста. Нет. Он встретит? Ебатик там! Уезжай нахуй! Вызори мне. Я упал, я упал. Я хочу. Батик, нахуй. Все. В колеса... Бейдер, лидер, лидер! Володец, справа, поедете, что там? Всё, мне хана... я ушёл, я ушёл. Я тоже хана. Сзади, 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 сзади! Наживите меня! Пацаны, 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 я расширюхаю... ...преста где? Задим, пацаны! Пацаны, сзади, сзади, калутер сзади, помогите, сзади, помогите! Где, 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 где? Лучше бы прямо! Где? 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 А тебе как есть? Где они сегодня? Федерико, ёпка, если там что-то делали. Наверное, мясо мозга назначается. Кипань, а вкура! Ну, а гряд. Бьюр случайно, ёпай ёпай ёпт! Федерико? Ёпай! Я заберу его! Ты ещё мясо! Это классно, это не сам. Барите! Не все у меня! Восхит у меня, а ты на паре, ты в дом, ты в дом. Не, ты в дом, ты в дом. Расти, 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 расти. Восхит! 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 Есть ещё один вид нашей тактики. Ну, как нашей тактики, скорее всего, это была просто моя какая-то идея. Мы её не так часто юзаем. Но вы знаете, да, то, что в конфе лидеров обычно принято кидать скайпы девяток. И обычно то, что бывает такое, что лидеры нет дома, девятка тоже где-то хуй свой дрочит. И нет возможности увидеть там акапти, просят других лидеров предупреждать свою конфу и так далее. Мы эту проблему решили просто гениально. Мы создали левый скайп, который я кидал в конфу лидеров. И несколько человек сидели с этого левого скайпа и мониторили копты. Как бы это тоже простой, но полезный гайд для вас, который вы также можете юзать. И если для вас что-то было полезным из этого ролика, ставьте лайк. Пока еду вам показывать основные крыши, которые мы юзали. И следующие какие-то наши тактики. И подписывайтесь на мой канал, кто ещё не подписан. И давайте я вам теперь расскажу основные фишки на коптах, которые мы юзали. И какие-то основные крыши, которые могут принести для вас профит. И мы начнём со стоянки, как я говорил, что мы рифа в основном. Мы привыкли коптиться вот на этих стоянках, на террах. И мы знаем, как на этих террах играть. И на многих сериях я заметил, что вот эта вот крыша не запрещена. Но она не является труднодоступной, потому что на неё можно залезть в два прыжка. С помощью вот этой вот темы, на которую можно залезть в два прыжка. Вася Лопес смог дать 13 фрагов на себя одного. Просто в соло он разъебал всю вот эту вот стоянку. Теперь объясняю, как залезть на эту крышу. То есть я не уверен, что у меня сейчас получится. Потому что я сам не всегда мог залазить на неё. Но даже асы могут ошибаться. Поэтому давайте попробуем. А, ну вот у меня получилось, слава богу, да? Вот так вот можно залезть на неё в два прыжка. И в основном, допустим, вы залазите сюда. И люди, которые приходят вот отсюда, они все у вас под рукой. Вы можете их снимать. Люди, которые будут залазить вон там, вы можете их там снимать. Отсюда вы можете на изи рабить. То есть, ну, только не забудьте поставить дальность прорисовки на 100%. Но, бывает такой момент, что люди сами коптят вот эту вот крышу. То есть, и вам тут никак не пробраться. Есть лёгкое решение. Это прыгнуть сюда на парашюте. Вы, наверное, видели на моих роликах тоже, как я сюда залетал. И как мы отсюда стреляли. Это изи терра. Если она не запрещена на вашем сервере. Потом админы могут вам дать варну. Но вы объясните, что здесь можно залезть. Вероятно, опять же, после этого ролика эту крышу запретят. Ну и погнали к следующей нашей крыше. Следующая наша крыша это вот эта вот высотка, которая перед вами. И вы, наверное, видели видео, где я дал решающие фраги на лидерке. На этой крыше. Забраться на неё очень просто. Но я советую вам брать велик. Потому что пешкодраном сделать это намного сложнее. Сейчас я вам покажу, как на неё залезть. Ну давай, давай. Вот, отлично. Я залез, короче, сюда теперь. Дальше ваша задача прыгнуть вот на ту хуйню. Ну, ёпта блин. Короче, я мечту свою лелею. Решил проблему гениально. Так вот, короче, когда вы вот с той крыши залезли вот сюда прыжками. Ну, прыжок может поставить на колёсико, либо на Ctrl два раза. Я прожимаю обычно. Вот. И дальше ваша задача прыгнуть вот на вот эту вот крышу. Я попробую это сделать. Ну и, короче, вот как-то вот так вот мы сюда залезли. Вот этот заборчик, я вам сразу говорю, он не простреливается. Вы можете быть здесь маском. Кстати, не забудьте поставить велосипед. Для чего он ещё нужен? Вот сюда вот. Потому что вот на тот билборд можно залезть. И вас отсюда могут очень быстро убить. Так вот, когда вы залезли сюда, вы на изи можете сливать тех, кто залазит вот здесь. Тех, кто залазит вот сюда. Кто залазит вот туда. Вы контролируете, в принципе, всё. Это имбовая тема. На многих серверах эта крыша запрещена, поэтому ознакомьтесь заранее. Ещё есть к этой крыше антитактика. Если вы увидите каких-то пидорасов на этой крыше, вы можете залезть вот на ту крышу. И выкуривать отсюда вот этих типов. Это будет сделать тоже очень просто. Вот и всё. ПОДПИСЫВАЮТСЯ Не отходя от кассы есть вот эта вот крыша синего дома. На неё можно залезть вот через этот вот заборчик, прыгать на заборчик и туда дальше. Это я вам показывать не буду. Это всё очень просто. И соседний есть дом. Точнее, не соседний, а тут через несколько домов тоже синий дом. Блять, чего вам нужно от меня? Блять, они уже не первый раз ко мне подъезжают. Наверное, не хотят меня убить. Я сейчас с ними сражусь, а вы посмотрите, кстати, на мою следующую тактику, которую я вам хотел показать. Я их сейчас отведу сюда, и вы посмотрите, как можно реализовать ещё одну очень прикольную тактику, если за вами гонится мясо. Или же вы просто остались один на капте и не знаете, что в этом случае делать. Отлично, они идут за мной. И сейчас я вам продемонстрирую эту тактику. Очень имбовая тема. Я также дал несколько решающих фрагов на одном из каптов. И для меня это было сделать очень просто. А вы увидите сейчас, как я это сделал. Вы едете на Респу Вагос, приезжаете вот сюда вот, слезаете с велика и прыгаете вот сюда вот. И всё, вот они. Ну, блять, короче, вообще это не было в моих планах, но... Они должны, короче, были забатиться на вас, но у них этого не получилось. Ну ладно. Капает, капает с неба, иду в мокрых носах к тебе, где бы я не был. Для остальных я занят звонки без ответа. Дойти б к тебе, дойти б к тебе. Не замечай меня, ведь я ухожу мне, не зови меня назад, ведь там нас больше нет. Я вновь закрыл глаза и закрылся от всех. Так что останешься ли ты, больше не важно мне. Видишь мокрый насквозь до глубины души. И этот недодождик не сможет потушить. Желание дойти, хотя поговорить. И я падаю без сил. И мне не нужен сон, мне не нужен никто. Влюпали мокрые грозы по лужам, и я знал, что меня ждёт. Ведь нас с тобой как никого несёт. Так что можешь молчать мне дальше, но что понять, мне не надо слов. И пускай капает, капает с неба, В заказах к тебе, где бы я не был. Для остальных я занят, звонки без ответа. Дойти к тебе, дойти к тебе. И пускай капает, капает с неба. И думал, что в заказах тебе, где бы я не был. Для остальных я занят, звонки без ответа. Дойти к тебе. Я взял твою бу, и я её ебу. И мой б... или б... это... Наденем маску, чтобы они меня не нашли. И погнали делать дальше. Короче, вот я не договорил. Вот на эту крышу тоже очень можно легко залезть с помощью вот этого вот дерева. Вы залезаете сначала на него. Но на многих серах я видел, что тоже это запрещена крыша. И залезаете вот сюда вот. Следующая крыша, которую мы юзаем, это вот эта вот. Единственное, она как бы нормальная крыша, но... У неё есть очень простая антитактика. И... то есть вот сюда залезаете. И вас очень легко могут снять с того моста. Но у вас единственное есть укрытие. Это вот эти вот радиаторные, да. Радиаторные сетки, радиаторы. ХЗ как их назвать. И то есть вот сюда вот можете вот здесь быть. То есть в анимке здесь лежать. Можете снимать всех, кто побежит на этот мост. Можете просто вот здесь вот как-то бегать. Можете отсюда прыгнуть вот на эту крышу. На... на изи, да. И всё как бы. И можете здесь работать. Мы её часто используем. Кстати, на грине её с недавних пор запретили. Потому что мы тут делали фарш. Залазите сюда. Дальше вы залазите вот на этот радиатор. На этот радиатор. Залазите сюда. И также в анимках, кстати, опять же, вас могут снять с моста. Вот эта вот крыша. На неё тоже можно залезть через это дерево. Вы тоже, наверное, видели на моих роликах, где я на ней был. Ну, короче, я не смог залезть в первый раз. Но, короче, на неё можно залезть. Вы должны понимать это. Я не просто так для вас, блядь, тут бегаю, ебать, в три ночи. Ну, давайте покажу последнюю крышу на сегодня. Потому что я уже устал. Блядь, есть ещё дохрена имбовых вещей. Если видео соберёт, там нормально просмотров. Я о них расскажу. Короче, то есть, пока... Блядь, я разбился об текстуру, да ёбаный. Короче, дубль два. Пока я вам говорю об этом, давайте, если на этом видео соберётся достаточно количество просмотров, я вам расскажу ещё какие-то имбовые темы. Пока... Многие, кстати, считают вот эту крышу труднодоступной. Но на неё можно залезть прыжками, да. И без помощи, там, автомобиля, парашюта и так далее. Короче, я в прошлом видео давал советы лидерам. Там тоже рассказал про пару багов, про пару полезных вещей. Которые вы тоже можете увидеть, посмотреть. Для вас это видео будет полезным. Короче, вот она, эта крыша. И я помню, что мне дали пред за неё, якобы она труднодоступная. Правилами она не была запрещена. А, как говорится, да, правила не исправишь. Поэтому, если на сервере не запрещена эта крыша, то можете её спокойно езать. То есть, падаете в анимке и орудуете вот здесь. Орудуете вот тут вот. Везде вы можете стреляться. Ещё есть одно имбовое место. Это вот это вот место. Желательно, чтобы один человек ещё был здесь. Также лежал в анимке. Если он ляжет, его будет очень тяжело убить. Ну, допустим, вот даже вот в эту текстурку он ложится. И всё. Его здесь не видно. Короче, этот человек может вот здесь вот. В ближнем бою стрелять с дегла. И на изи выносить. И делать вам капт. Всё. Я об этом рассказал. Короче, ещё если вам, например, ну, будет лень ебаться вот с этим залазинем. Потому что я как бы надроченный уже. Я быстро залез. У вас это может не получаться. Вы можете поставить вот сюда вот машину. Вот в это место прям прижать её поперёк, чтобы она стояла вот так вот вот. И прыгните на эту машину и сможете залезть вот сюда. Ну, или если вы знаете баг о нимке 10, то вы тоже можете... А, нет. Ну, не получается. Ну, похрен тогда. Короче, вы поняли. Ну и вот подошёл этот ролик к концу. Я хотел всё сделать быстро и скомпкановать всё так, чтобы это не затягивалось, а получилось как всегда. Так что поддержите мой труд лайком и комментарием. Спасибо ещё раз за просмотр. Не забывайте про мой промокод. Вся информация в описании. Насчёт сходки, опять же, москвичи, подумайте. Если есть желающие, то я уже формирую беседу. Приблизительно это всё будет конец апреля, на начало мая. Вот так вот. Ну и с вами был Володя Лопес. Не забывайте никогда тех, кто орудовал вас на мясовозке или же на таксишке. Вы теперь знаете героев в лицо. И всем удачи и всем пока.